В центре «Единобор» состоялся обучающий семинар по правилам предоставления налогового вычета гражданам, получающим физкультурно-оздоровительные услуги. Разъяснение по внедрению новой меры социальной поддержки дали заместитель министра по делам молодежи физической культуры и спорта региона Иван Колесник, главный государственный инспектор УФНС России по Омской области Ирина Весна и начальник управления правового и кадрового обеспечения регионального Минспорта Ольга Степанова. Налоговый вычет – это для кого-то существенные деньги, которые они получат в качестве возврата за то, что они ходят и тренируются. Поэтому тема важна, это, наверное, каким-то образом поможет нам увеличить количество занимающихся, скажется, в позитивном принципе, на тенденции в развитии массового спорта. На начальном этапе мобильность необходима физкультурным и спортивным организациям. Подать документы в региональный Минспорт необходимо до 16 октября. Для этого нужно написать заявление, дать согласие на размещение информации в интернете и направить документ, подтверждающий трудовые отношения с работниками. Ряд организаций разной формы собственности уже прошли процедуру регистрации и вошли в реестр. Все достаточно понятно объяснили, мы уже все документы подали там на сайте Минспорта, все очень просто и доступно. Там никаких сложностей у нас не возникло, там документы готовятся буквально за полдня. В нашей школе занимается около более тысячи человек и, естественно, встает вопрос у родителей, можно ли сделать налоговый вычет. На данном мероприятии я шел, чтобы узнать, какие документы непосредственно нужны и в какие сроки их нужно подать. Ну, в принципе, все прояснилось, все известно, поэтому в ближайшее время документы мы подадим и с нового года родители, занимающихся у нас детей, смогут получить налоговый вычет. У занимающихся времени на выработку правильной последовательности действий больше. В 2023 году амичи начнут получать налоговый вычет по НДФЛ за услуги, полученные в 2022 году. Для подтверждения расходов необходимо представить в налоговую инспекцию договор на оказание услуг и кассовый чек. Реализовать свое право можно как в течение года, так и по его окончании. Получение налогового вычета – это право каждого гражданина, а не обязанность. Поэтому, кто захочет воспользоваться этой услугой, он это обязательно сделает. И сегодня, как все новое, это требует тщательной проработки, которая ведется. Постоянно проходят консультации с Москвой. И я думаю, скоро мы поставим это на рабочие рельсы, и люди будут с комфортом пользоваться данной услугой. На сайтах Минспорта и Управления Федеральной налоговой службы размещена контактная информация для обращений за разъяснениями.